В зону специальной военной операции сотрудники УФСИН России по Тверской области передали необходимый там на войне гуманитарный груз. Отметим, это не первая помощь фронту от уголовно-исполнительной системы региона. Мы уже передавали более 6 тонн гуманитарных грузов для жителей Донбасса, для наших военнослужащих. Также за этот период нашими сотрудниками собрано более 300 тысяч рублей. В этот раз сотрудники УФСИН на передовую отправили квадрокоптер и корм для служебных собак. Все это передали представителям Народного фронта. Передают нам информацию, что непосредственно военнослужащим необходимо в данный момент. Вся эта информация доводится до личного состава для работников УФСИН России по Тверской области. И они с душой отвлекаются на все эти потребности. Данный груз пойдет сейчас, название полка называть не буду. Там служат тверские ребята, которые своими служебно-розыскными собаками выполняют определенную роль разведки, разминирования, а также выносы раненых с поля боя. Жители региона активно помогают фронту, предприятия, организации, предприниматели. Кто чем может? Мы имеем информацию непосредственно с передовой, то, что просят ребята и что им необходимо. Ну, больше всего, это, конечно, скорее всего, это техника, которая нужна. Это квадрокоптеры, противодроновые ружья, радиостанции, тактические наушники. Очень много чего нужно, и поэтому мы стараемся как можем помогать. Для всех, кто может помочь фронту, рекомендуем обращаться в Народный фронт и Боевое братство. Телефоны на сайтах организации. В рамках акции «Есть такая профессия Родину защищать» сотрудники ОМОН, БАРС и СОБР, ВОЛК, Управление Росгвардии по Тверской области, познакомили учащихся школы номер 29 города Твери с профессиями высотника и взрывотехника. Росгвардейцы показали работу группы разминирования. Кинолог со специально обученной служебной собакой отрабатывали обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории учреждения. Затем были показательные выступления сотрудника высотника, продемонстрировавшего спуск с крыши здания с использованием акробатических элементов. В завершении мероприятия розгвардейцы рассказали учащимся о ведомственных вузах и об особенностях поступления в них. Информацию о том, как получить военную специальность, можно по телефону 53 27 37.